Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс, о чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Рысев. Инфопресс Все и так уже поняли унизительность ситуации, в которую попал Дмитрий Анатольевич, после того, как Владимир Владимирович решил восстановить порядок в часовых поясах. Однако последним гвоздем в ипровизированный гроб его экс-президентства здесь станет факт того, что по регламенту соответствующие изменения должны будет внести в закон, то есть вернуть все на свои места, сам премьер. Помимо прочего, стало известно, что правительство на россиянах решило не экспериментировать, и решение о возврате в Россию зимнего времени будет принято, скорее всего, весной уже следующего года. Хотя, с другой стороны, быть может, не нас пожалели, а дали время морально подготовиться к бывшему президенту. Инфопресс Вряд ли в такой стране, как Россия, найдется много людей, у которых стражи порядка ни разу не проверяли документы. Другой вопрос, часто ли приходится видеть обратную ситуацию. Как пишет газета «Ветский наблюдатель», в субботу вечером гражданские активисты на театральной площади проведут проверку документов у патрульных полицейских. Нерадивые сотрудники правоохранительных органов за отсутствие значка или удостоверения рискуют с подачи проверяющих нарваться в отношении себя на прокурорскую проверку. Все-таки полицейская форма, как мы знаем, далеко не костюм супергероя, и анонимность тут чаще только враг. Инфопресс Исходя из того, как человек отдыхает, можно понять, как он зарабатывает на жизнь. Однако в России это правило работает редко. Как пишет газета «Репортер», губернатор совсем недавно побывал на инвестформе в Сочи, где, помимо прочего, поднималась тема развития экспорта туристических услуг. Но, по словам губернатора, говорить об этом в обиход проблем туризма внутреннего бессмысленно. Так или иначе, суть выйдется к тому, что пока достопримечательности региона, к примеру, неинтересны его же жителям, то вряд ли ими можно заманить кого-то еще. И с этой позиции непонятно все-таки, что лучше – неинтересный огурец, к примеру, или вообще отсутствие подобных овощей. Инфопресс Наша вертикаль почти как код. На гаде-то ругать все равно бесполезно. Сегодня в Кировском педе должен был состояться спектакль драматической лаборатории ВетГГУ под руководством Бориса Павловича в поддержку задержанного по делу болотной журналиста-авиатского наблюдателя Леонида Ковязина. Однако практически в последний момент, как сообщил на своей странице ВКонтакте сам Павлович, университет решил отказать актерам в площадке. Так как именно в этот же день и именно в этом же актовом зале провести встречу со студентами захотели кировские полицейские. Между тем, спектакль сегодня все-таки состоится, правда, в другом месте. Хочется надеяться, что после полицейских у студентов хватит эмоций на исхило. Удачи в делах. Это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс Игорь Ратис